здравствуйте мои дорогие красноярцы мои телезрители любители нашего канала афонтова и конечно мои золотые любимые дорогие не знаю как вас еще обозвать подписчики на канале youtube голова садовая значит сегодняшняя тема особенная сосредоточьтесь пожалуйста перед мной стоят коробочки и баночки и пачечки тут их огромное количество кое-что из этого вы уже видели а кое-что еще не видели вот скажите мне у вас огурцы болеют теплицы помидоры болеют кабачки болеют баклажаны болеют перца болеют плодовая гнись замучила а вы упрямо не хотите меня послушать что несоответствие почвенного состава сразу сыграет не вам на руку а на руку болезням если вы садите культура по культуре вы обязательно споткнетесь об это но если вы такие упертые если у вас и правда ну некуда больше посадить я вам иду навстречу значит на свете в нашей стране и за рубежом существует много препаратов которые избавят ваши растения от вот этого всего подобного и гнили и плесени и пятнистости и бурых и господи их там столько дырчатых и так далее я вам показывала все это до распечатки цветные вы видели сколько болезни у помидору огурцов и у перцев и у баклажан на самом деле такие болезни существуют у цветов и у морковки да господи у каждого растения их больше чем хотелось бы посмотрите у меня в руках коробочка она похожа на коробочку масла но это не масло это препарат который называется триходермин да я громко говорю для того чтобы вы услышали правильно название это биопрепарат во первых не фито токсичен во вторых то есть он не принесет никакого вреда ни растениям не нам а придумали его для того чтобы избавить растения от болезней в корневой системе если заболели корни разве растение само по себе может быть здоровым да нет конечно вот посмотрите вот такие вот типа зернышек они прям такие хорошенькие может быть это даже какой-то овес обработанный вот этим триходермином они очень даже на мой взгляд забавные но вот это забавные штучки нужно обязательно внести при посеве огурцов например вы в горшки будете сеять в теплицах обязательно в каждый горшок после того как вы семечко огурца плашмя положили придавили его вдавите на глубину полтора два сантиметра вот пять таких зернышек всего пять на один горшочек вот посмотрите всего вот столько при пересадке рассады в лунку в теплицу на улицу разницы нет будет это тыква будет это кабачок баклажан перец огурец разницы нет пожалуйста внесите вот и лунку также сначала посадить растения потом внести у корневой системы здесь есть точная инструкция здесь все написано пожалуйста 10 штук и вы будете гарантированно защищены от появления многих и многих заболеваний не всех но очень многих которые нас достают есть триходермин сейчас есть в городе красноярске слава богу купите пока есть чтоб потом крыльями не махать но есть аналог триходермина это наш любимый глиоклодин которым мы пользуемся уже достаточное количество времени вот он это таблетки и вы конечно должны понимать что если вы не внесете ну хотя бы одну таблетку но я бы рекомендовала все таки если это помидоры то хотя бы 3 до тут все написано есть точная инструкция когда и как при какой температуре почва это сделать сколько дней держать пролитой почву чтобы гриб который образуется это 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 не мицелий гриба даже это несколько иное его состояние но тем не менее это антагонист вот тому грибу который поедает все на наших участках и картошку и чеснок и астры и гладиолуса и так далее и тому подобное это фузариум фузариоз поэтому внеся такой препарат либо такой препарат он может быть и вот так вот в баночках вы обязательно спасете свои растения ну я бы говорила бесконечно долго просто хочу сказать что вы чтобы не доводить свой огород до агрессивной химии пожалуйста воспользуйтесь вот такими препаратами они не фито токсичны всего вам доброго и до свидания а